здравствуйте товарищи меня зовут алексей чопа сегодня у меня в гостях павел мартынов китай вет несколько лет прожил в китае приветствую павел сейчас в левом коммунистическом движении очень много споров о китае и это неудивительно потому что китай вот как как относиться к китаю да вот всему левому коммунистическому движению брать его в пример ставить или или наоборот осуждать действия которые происходят китая для этого нужно разобраться и особенно последнее время эти споры очень часто возникают и я попросил павла написать заметку статью как как он это видит как он это видел изнутри будучи находясь в китае как с точки зрения науки с точки зрения вот вообще истории восточный павел написал статью мы и выложили и естественно она тоже сразу же породила множество споров вот и я хотел бы пообщаться на эту тему более развернуто как-то спала может он что-то добавит что не не получилось статью внести ну и плюс товарищи скинули несколько вопросов которых которые у них возникли вот ну начнем может с того что может хотелось бы что-то добавить сразу же да то есть вот без вопросов что вот не получилось например статью статью ну во первых то пара слов о самой статье формате то есть там пожалуй нет взгляда изнутри сразу скажу я опирался на какие-то общедоступные источники самые общедоступные это в том числе и конституция и уставка пока они переведены давно на русский выложен но просто так как они возможно не все знают я выбрал цитата туда но мне кажется вполне полезным все равно получилось критику что нет ссылок там опечатки я тоже принимаю потому что это все буквально на коленке делать с телефона за ограниченный период времени ну вот то есть это первое такие замечания но вот выходит что они интересны оказались читателям поэтому на давайте обсудим по вопросам дальше так но тогда сразу к вопросам перейдем так вопрос задает тимофей синичкин как в китае устроен выбор депутаты и как устроен отзыв депутатов как часто бывают отзывы или это как в ссср если пролез наверх то обратно обычно уже только на пенсии происходит ли у них перевыборы генерального секретаря соблюдает ли он какой-то процент думе пролетариев интеллигентов вообще насколько их реально чтоб человек с завода выбрался выбрался бы депутаты или это в основном все по родственным связям надо очень хороший вопрос сущностный вот как раз так как у меня было такое историко культурное введение в проблему я формат самих органов власти их устройство не рассматривал и думаю этому отдельный текст посвятить лучше всего но пока вкратце вот по замечаниям у первого лица оси дзиньпина два одновременно высших поста он председатель кнр китайского государства и председатель правительства как пока нет нет правительства это госсовет фактически премьер премьер госсовета называется но это другой человек а председатель кнр это во многом такая декоративная что ли должность она сделана во многом для общения вовне то есть вот очень даже интересно в печати так отмечается когда куда-то отправляется с визитами он там представляется в северной кореи во вьетнаме где есть компартии он там как председатель кпк как глава государства по миру он перемещается как председатель кнр вот здесь он выдвигается на пятилетний срок всегда партий как председатель партии и потом автоматически занимает должность председатель кнр и не может занимать более двух сроков подряд причем относительно председателя кнр это должен был опять же прописаны в конституции и в прошлом по моему ли в позапрошлом году эту норму убрали теперь может быть срочно как председатель партии по идее нет никаких формальных ограничений больше какие-то внутренние договоренности даже не прописанные в уставе но пока не было такого еще что кто-нибудь из председателей кпк занимал именно эту должность более двух сроков подряд или более десяти лет соответственно не так давно в 2018 получается закончился первый срок и до 2023 и будет еще четыре года получается находиться на этой должности затем но выше высший законодательный орган конституции чем больше органов правления это не цк партии не правительство даже не госсовет а все китайское собрание народных представителей так называемый парламент но он чем-то в этом отношении похож на верховный совет на наш то есть все что решает партия она обязательно только для членов партии чтобы и председатель кпк был утвержден как глава государства и все законы они затем уже рассматриваются либо не рассматривают либо принимать либо соответственно то есть решение вообще какие-то вот государственные вот этим советом народных да 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 как народ народных представитель народных представителей как вот в эти народные представители вот цвет года соответственно он ежегодно собирается на сессии она по китайскому календарю китайскому новому году привязана обычно весной, либо там в самом конце февраля, по-моему. Вот в это время они собираются, там бюджет на год утверждают, и вот после съезда, там раз в 4 года председатели, вот такие важные государственные должности, там широкий круг вопросов, потом подробнее отвечу. Вот, и есть система округов, весь Китай поделён на избирательные округа, причём там смешанный принцип как от коллективов, так и по территориям, и армия ещё выбирает своих представителей от воинских частей, там воинских частей отзывания. Причём, да, предусмотрена система отзыва, тоже расписано, как это может происходить, но теоретически, в общем, такая система предусмотрена. Вот, и в перерывах между сессиями действует постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, там уже члены избираются из него. Что касается, может ли простой человек попасть, в общем-то, да, может проще в народные представители, там они зачастую проходят от коллективов, ну, просто выбирают какого-нибудь человека. На предприятиях? Могут, да, на предприятиях, могут там от сельских коллективов, нас меньшинств тоже, как правило, какие-либо труженики. Вот, значит, что... Ну, смотри, это вот вопрос сразу, то есть это это практически выполняется, или это просто вот как бы есть возможность вроде как по документам, да, то есть, ну, там прописано, что где-то там в уставе или в конституции, что вот могут, а фактически-то они вот от коллективов, от этих избирательных округов простые люди туда попадают, или... Да, да, ну, как, опять же, простые внутри коллективов смотрят, видимо, по заслугам, ну, как уже кого выберут на коллективе, это уже дело коллектива округа, вот. Опять же, был случай за употребление есть, конечно, забыл точно в какой провинции, по-моему, в Шаньдуне, там один округ, да, была спайка такая, в общем, они продавали эти места за деньги, но вот такое... Нарушения в избирательном законодательстве случаются везде, наверное, ну, вот, интересная параллель, например, у нас на губернаторских выборах в Приморье в прошлом году ЦИК признал, не кто-то, а сам ЦИК признал, что было нарушение, отменили итоги выборов, назначили другие выборы, и никто, ровным счетом, никто не понес наказание за то, что это преступление, в общем-то, уголовно наказуемое в Китае, вот, когда выявили этот факт, разобрались, да, сейчас все сидят, кто к этому был причастен, вот. Ну, опять же, возможность есть такая, попасть к простому человеку, потом, ну, критерии простого человека тоже, вещь такая интересная, вот, если взять, опять же, председателя КНР Си Цзиньпина, он сын Си Цзиньсюни, еще с подвижником Ао Цзиньпина, то есть, как бы, с одной стороны, его даже к этой группировке принцев, так называемой, отрасли, там, сложилось во власти, отына, потомки революционеров, такой, первой волны, но, как мы знаем, там при Мал происходили большие чистки, в общем, отец его попал в тюрьму, а Си даже одно время, как говорят, в приюте для беспризорников был, потом жил в деревне очень долгое время, и в партию он вступал, и по своим признаниям краснее красного стал, как раз вот на волне культурной революции, когда отец у него вообще находился в тюрьме, вот, и он как раз этот путь от комсомола до работы в партийном аппарате провинции, в государственном аппарате, то есть, это не было так, что его отец богатый взял и посадил на место, да, вот, он там генераторы на биогазе в деревне запускал, то есть, с этим, с наводцем буквальном смысле сталкивался. Но это вот все-таки это один случай, да, такой частный, так сказать? частный, но показательный, и он, как бы, не единственный, скажем так, это вот, чтобы за примерами далеко не ходить. а так, родственные связи, там, ну, вообще, то, что в Гуансе называется, любые связи, кто где с кем-то работал, оказывает влияние не без этого, но, вот, если есть возможность попасть, в том числе на самый верх, да, есть. Следующий вопрос задает Станислав Витебский. Вопрос товарищу Китайведу. Насколько китайская промышленность ориентирована на внутренний рынок? Как приоритет сейчас внутренний рынок или экспорт? Понятный вопрос. Дело в том, что, да, с началом вот этой политики открытости и реформ с 80-х, 80-х годов получается, китайская промышленность долгое время ориентировалась на экспорт, благодаря чему Китай фактически такой мировой фабрикой стал. Вот. И лет несколько назад, боюсь, ошибиться, по-моему, 4-5, может быть, уже заговорили о том, что развивать внутреннее потребление для этого там отличные механизмы предусмотрены, но в частности сейчас китайское государство работает над повышением внутреннего спроса и да, китайская промышленность все больше и больше начинает на внутренний рынок ориентироваться, но экспортная составляющая не пропала, потому что, во-первых, это важный источник валюты, во-вторых, сложились уже торговые связи и неожиданным образом, очень неожиданным образом в этом Китае решило американское руководство помочь, начав вот эту всю торговую войну, пошлины торговые, то есть если это раньше был во времени растянутый процесс, уже не даже какие-то внутренние инициативы китайцев это вынуждают делать, а сама кондирунктура, потому что их основной торговой партнер начал себя вести так, причем это и Обама пытался делать, но у Обамы была идея создать транс-тихоокеанское торговое партнерство из множества тихоокеанских костерств, которые бы замещали то там, то там китайскую продукцию, то Трамп просто работает так, что вводит заградительные пошлины, в результате китайская продукция начинает дорожать, полностью не прекратилась торговля даже и со штатами, но в общем само направление развития таково, что Китай все больше начинает на внутренний рынок работать. Ясно. И еще один вопрос Станислав задает. Как решается вопрос с бедностью в сельской местности? Вот с бедностью в сельской местности тоже. Во-первых, в Китае очень масштабно произошла индустриализация, сейчас с точными цифрами не скажу, но в общем города вот эти многомиллионы они сейчас ни для кого не секрет, то есть было так, что очень многие уезжали на заработки города, фактически внутренняя миграция. Еще одним из источников было социальных проблем, потому что они не имели там социального обеспечения, прописанного в деревне. А села стояли пустые и обезлюдившие. Сейчас с одной стороны вот эта система ху-ку прописки все больше смягчается, но тоже не окончательно. Во-вторых, идет создание, процесс создания рабочих мест, в том числе и кооперативы, создаются люди какую-то местную, продукцию уже не сельскохозяйственную производят, откуда, не знаю, где-то какие-то там проекты с туризмом связаны. И второе, что Китай, чем он отличается от тех же западных государств. государствам политическая программа, государством принятая утвержденная по строительству дорог с твердым покрытием во все абсолютно населенные пункты страны. И она на какие-то 90, на очень большой процент выполнена и в ближайшие годы будет выполнена полностью. То есть к самым отдаленным населенным пунктам проведена дорожная сеть, запускаются автобусы международные. Это один из моментов уничтожения разницы в условиях между городом и деревней. Связью охвачено очень хорошо, кроме, может быть, самых гор и пустынь. Интернет есть, пожалуйста. Да, но это, кстати, очень важный момент, если вот что такое коммунизм вообще, да, то есть это уничтожение именно классовых различий. уничтожение между городом и деревней, да, вот этих различий и пути сообщения, то есть легкость перемещения, да, в рамках страны, этому, конечно, способствует и будет способствовать. Ну да, то есть вот в капиталистическом государстве все же считают рентабельность, рентабельность, как понимается, выгодно будет, отобьется стоимость этой дороги или не отобьется. В результате решают не отобьется, да, может быть дешевле дать денег на программу Земский доктор, чтобы там человеку заплатить миллион, чтобы он переехал туда. У человека нет тех же условий для жизни, что в городе он не едет в итоге даже за миллион или какие-то ну да, конечно, начинаются с этим миллионом. Вот, здесь подход в том, что транспортная связанность очень сильно налажена, в итоге разница, конечно, все равно и уровни жизни остаются. Сразу вопрос, Павел, а вот насколько доступны вот эти перемещения, то есть дороги есть, автобусы есть, транспортное сообщение работает, насколько может себе позволить сельский житель вас этим пользоваться? До ближайшего города вполне может позволить. Я вот этим летом ездил в западную часть, получается, провинции Сучань, там предгорье кибетские, то есть даже скотоводы получаются, вот они собраны в деревеньке между собой, кочевины и ездят у них, машины есть, есть автобусы, на машине накладном будет, конечно, ехать, а... На машине накладном будет? Ну, содержать ее постоянно. Междугородные автобусы, но они всегда полные. А ездят, это как это, на работу ездят, получается, соседний город, или вот с какой целью в основном перемещаются? Работа, учеба, самая... То есть они сами живут в сельской местности, да, где-то, и ездят в город на учебу, на работу? Есть такие, да, ну, то есть это принципиально возможно, например, вот в отличие от наших домовых деревень, я именно об удаленных а горных районах говорю, а так сам Китай фактически в агломерацию уже превратился и это пригороды, что ли, больших городов, вот так вот дороги, они, конечно, дороже и может быть, как бы каждый день на них не поедешь. Опять же, для железных дорог еще такая опция, есть там на любых, в каждом составе есть сидячий вагон и туда можно до сих пор набиваться без мест и рублей за 700, например, Китай практически с востока на запад, за 300, с севера на юг, это будет неудобно, но дешево. У нас таких вариантов и внутренняя миграция, она вполне себе присутствует, вот, и просто транспорта кратно больше, чем у нас получается. И это одно из условий ликвидации бедности. И как раз вот в этих рамках же спускается по каждой провинции какой-то показатель по созданию предприятий. Смотрится, что там можно вообще создать и запускается. И в зависимости от выполнения, от невыполнения планов чиновников либо продвигают дальше, либо наказывают, там еще даже отдельно предусмотрено, чтобы не скатывались назад в бедность, чтобы это все не закрывалось сразу, как-то отрегулируется. Павел, смотри, а вот сейчас такую тему, тему цен затронули на перемещение. А вообще вот есть ли какая-то программа по снижению цен? Вот как было в Советском Союзе при Сталине были программы снижения себестоимости и снижения цен. Ну, это уже при социализме, конечно. Здесь есть какие-то программы в этом отношении? По снижению цен я вот или у них программа по повышению заработной платы или как? Живя там, заметил такой момент, что инфляция есть небольшая. Ну, по сравнению, например, с 2006 годом, когда я первый раз оказался даже довольно большая, что-то сильно подорожало, но вот такие стратегические рис, например, как его чашка вареного стоила, аналог нашего хлеба 2 юаня, может, с полутора до двух за эти 10 лет подорожал. То есть вот такие продукты дорожают не сильно. И со свининой, например, там самый популярный у них вид мясо государство как-то регулирует, вмешивается отдельно. но именно снижение дефляции нет, пожалуй, нет. Понятно. Но с другой стороны, да, просто за счет опять же развития промышленности все больше и больше предприятий открывалось, все больше и больше людей начинали зарплату то же самое получать и рост зарплаты он тоже происходит. Другое дело, что когда есть такая прословка людей, которые к Китаю совсем восторженно относятся, и очень популярно стало писать, что в Китае зарплаты превысили российские, но немаловажно, что это произошло после 2014 года, когда рубль упал в два раза. то есть вот они оставшись в юанях теми же самыми, немножко повысившись, они в доллар к валенте, ну, к рублям, подорожали, ну, грубо говоря, получал человек, который в Шенчжене там везде спаивает микросхемки 3000 юаней, и это в 2013 году было 15 тысяч рублей, то есть зарплата сопоставимая или даже чуть ниже, а соответственно когда сейчас юань приблизился к 10 рублям за единицу, он стал 30 тысяч, что вроде как бы и хорошо. Но это по отношению к зарплатам в России? Да, по отношению к зарплатам в России. Для китайцев это? Да, для китайцев, так как у них цены в юанях на все, это оказалось незаметно, вот, но у нас просто можно такое прочесть, и надо к этому тоже, разумеется, политически относиться. в рамках этого же наверно вопроса задам от себя, то есть как решается вопрос бедностью сельской местности? И вот у тебя в статье было написано, что смертность с приходом так сказать социалистического государства, с революцией, с какими-то действиями в сельском хозяйстве, в медицине значительно упала, то есть она вообще как смертность, то есть увеличение смертности оно как бы стало не то, что незакономерностью, а наоборот как исключением, да, исключением, что ли. Насколько доступна медицина, ну то есть что вообще волнует, то есть вот эти основные коренные интересы класса, доступная медицина, качественная опять же, образование, воспитание, вот это вот как осуществляется там? Ну про здравоохранение конкретно у меня есть еще статья когда накануне Ру писал про историю с медициной, там подробнее это освещено, просто можно потом ссылку на нее дать, чтобы я сейчас уже не запутался, потому что не все цифры от туда помню. Со смертностью от голода, ну это во-первых как раз история, то есть это до 50-х годов все что связано было, просто важно понимать, что Китай был, сейчас говорят, что все успехи Китая от того, что там эксплуатация рабочая, ну и крестьян соответственно, партия их эксплуатирует, а до революции Китай был страной сверх эксплуатации, просто вот в городе там не знаю рикши бегали, возили за собой коляски, ночевали в этих же самых колясках, ничего не имели, а древнее по-французски еще было забыл, называлось, но его страной голода буквально называли Китай, и это была норма жизни, там удивительные вещи со всем случались, так как вот там республика была, капитализм, и вот либертарианцы любят свободу предпринимательства, там в 43-м году был случай такой, когда один генерал, контролировавшую провинцию, он у себя помимо военно-начальнических талантов обнаружил предпринимательский и весь собранный рис, весь урожай, урожайный год был, он его продал в соседнюю провинцию Гуандум прифронтовую, вот, и, а у него в провинции по-моему это Хубей был, 2 миллиона человек в этот год от голода умерло, урожайный, потом случился неурожайный 47-й когда-то уже был тыл в гражданской войне, так вот Гаминьдан потерпел поражение, а китайцы коммунисты они у себя в освобожденных районах во-первых судный процент запретили высокий, во-вторых да, централизованно распределяли провизию по карточкам и там не бог есть какое глубокое понимание там марксизма, за что их упрекают очень часто, мера такая вот кажется, что все голодают едят по карточкам, но с другой стороны вот у них не умирало по 2 миллиона человек просто так и люди проголосовали за них. павел, ну это все-таки как-то больше история сейчас как к этому относиться понятно, что вот совершенно мне кажется никто с этим не будет спорить, что с приходом революции социалистическое в Китай положение конечно изменилось у нас в чате я видел такое, что исправляли то, что делал Мао, то есть было лучше до революции было лучше видимо да и вообще распространенная точка зрения что вот Мао сидел тираном в таким запретном городе угнетал народ значит ради того чтобы зло творить а потом вот начались эти реформы Дэн Сяопина их многие называют даже реставрацией капитализма и вот значит наступил капитализм и стало всем жить хорошо ну почему вообще интерес такой Китая к его реформам потому что ну либо если действительно реставрация капитализма то ну просто всему левому движению расходимся мы занимаемся чушью потому что опыт показывает что вводите капитализм и будет благо но пока ситуация сложнее относительно благосостояния вот Си Цзиньпин опять же на 19 съезде партии он выделил основное противоречие внутри китайского общества которое по его мнению заключается в стремлении народа к прекрасной жизни и неравномерностью развития вот то есть во-первых с одной стороны китайское руководство видит что такое противоречие существует считает его главным основным и соответственно пытается с этим бороться как с этим бороться во-первых развитие инфраструктуры которая служит нуждам всего общества развитие занятости но опять же проблемы с безработицей это вот на этой неделе в статистическом управлении соглашались что есть такая проблема во-первых безработица во-вторых да она сейчас среди молодежи среди выпускников выше среднего но внедряют предприятия то есть там государство опять же когда говорят что нет пенсии например пенсии есть но про них отдельный вопрос как и рабочий день но Китай в общем даже маистский во многом это страна минимум от социальных гарантий отсутствия ну то есть вот социальные гарантии в сороковые были то что люди не мрут миллионами с голода более-менее накормлены и как-то одеты но вот это что-то это было вот совсем недавно вот и неограниченного по сути рабочего дня что на капиталистов трудились что на госпредприятиях уже была какая-то охрана труда и нормирование но очень часто приходилось так как промышленность в основном оборонная была она в авральном режиме постоянно работала вот то есть ну это оправданно было оправданно местными условиями это оправданно ну вот и то что казалось бы у нас государство буржуазное а гарантий больше социальных и мягче у нас все это происходит а Китай социалистическая там эксплуатация жестче она из чего проистекает из того что у нас это все завоевание октября буквально и это последовательно отменяется а у них смягчение идет несмотря на то что у них там миллиард человек и разнообразие всяких форм собственности между ними конкуренция и иногда уж большая эксплуатация у них постепенно здравоохранение все больше и больше охватывает больше кого скажем так что еще образование то же самое в общем влияние на то что социальные гарантии пенсионный возраст например повышается и начал раньше нашего повышаться но в Китае просто физически не сотрудники госпредприятия до 14 года не имели пенсии вообще и то есть мы придем к тому что у нас с ростом пенсионного возраста который догоняет все больше и больше продолжительной жизни люди возможно совсем не будут получать пенсии а в Китае особенно это можно красиво абсолютными цифрами выражать там десятки десятки сотни миллионов будут вот эта пенсионная система охвачена уже в ближайшей перспективе ну то есть можно сказать что это не не просто озвучиваются да вопросы это и делается да то есть как вот это не декорация какая-то что вот поговорили озвучили эти какие-то проблемы и и все на этом нет есть вульгарное такое представление о партии видимо еще при поздней СССР сформировавшейся и потом видимо в 90-е карикатурно что вот сидят какие-то такие старики которые там поднимают руки собираются перед красными знаменами и вроде как а жизни отдельно от них нет это стратегически важные решения принимаются которые потом спускаются и потом уже госсовет как исполнительная власть он контролирует исполнение этих решений удовлетворяет их а вот как раз если говорить о партии сколько вот рабочих в партии сколько нерабочих как вообще в партию попасть там сейчас цифры надо смотреть тоже по составу но вообще 70 по-моему миллионов человек в партии то есть это равняется населению Германии с одной стороны с другой стороны меньше 100 миллионов это была бы сколько одна 13 ну в общем не так что в партию записывают всех кто захочет там есть ценз определенный и да то что многих пугает с начало середины девяностох наверное с начала двухтысячных начали в партию принимать бизнесменов но там во-первых так подход что они уничтожены как класс эксплуататоров а во-вторых в уставе да там допускается еще с сороковых годов по-моему норма была что можно допускать представителей прогрессивных представителей класса вот там в ручном режиме контролируются и они есть и даже был в 2003 году что ли один из миллионеров хайера компании основатель кандидатом в члены ЦК но по-моему вот в ЦК он не стал то есть на самые высшие руководящие должности им не попасть вот да и есть такая норма что три человека члены партии могут создать ячейку а руководители ячейки будут заместителем директор предприятия включая даже частные предприятия и иностранные вот это вот очень интересно вот и здесь да рабочие у них есть такое право таким образом и возможность инструмент влияния на политику на госпредприятиях там соответственно уже даже штатная партия как-то меньше стало конечно заниматься работой каждого завода как-то его направлять но целые отрасли например сохраняются как в северо-восточном Китае угледобыча она считается убыточной и уже очень долго призывают приватизировать значит отдать собственность ну вот стратегически важно это необходимо помнить отрасли они контролируют государством и партийные показатели разработанные как бы и спущенные вниз партии они выполняют вот и соответственно на госпредприятиях действуют нормы все и по охране труда и продолжительность рабочего дня на капиталистических предприятиях этого меньше но там есть многие кстати не пользуются сами добровольно этой нормы не создают но там что-ли такой даже патриархальный уклад пережитки я вот сам такое видел когда переводчиком работал когда кто-то приехав из деревни на заработки развивается создает какой-то бизнес свой даже средний и нанимает земляков своих которые чувствуют себя лично обязанными и они уже работают нефиксировано как выполнить заказ но и никто особо не стремится всех устраивать государство оно сейчас с этой многоукладностью мерится в определенной степени что иначе будет опять же безработица и вот так вот сосуществует но того же джекома можно вспомнить который говорил про 12-часовой рабочий денег только у меня волейбабу не придет он кстати не так давно успел вступить в партию но это вот касается его и распорядка то есть там переработки такие более-менее добровольные в китае кстати опять же очень много забастовок но это что показывает что рабочий класс вот он может бастовать их количество гораздо больше чем в России и если рабочие не согласны то пожалуйста забастуйте и вот как раз шахтеры бастовали вот и в итоге этих забастовок даже удалось сместить главу народного правительства на губернатора по нашему и там на уступки им пошли уже не помню как это сейчас в том врать не буду но вот борьба идет и пролетариат может добиться этим орудием самые разные протесты тоже возникают не в форме забастовок такие сходы против строительства недавно тоже был мусорожигательного завода в Ухане то есть нельзя сказать что Китай такое государство где не знаю интеллект наблюдает как у вас урона и ничего не дают сделать ну вполне это все там происходит а вот забастовки как на китайских предприятиях вообще с профсоюзами дела стоят то есть есть они вообще нет вообще есть насколько сильные сейчас не скажу тоже отдельно надо будет посмотреть изучить но важно здесь какой момент подчеркнуть что Китай вот на этот на переходный период допускает существование и частных предприятий в том числе и многих на самом деле вот эти условия труда устраивают они предпочтительнее чем безработица и для самих рабочих и для государства часто вот и к тому же Джек Ума вернуться он с другой стороны у него эти оба заявления на самом деле не официальные были он где-то их произносил но вот второе было не так давно тоже он говорил что будет общество когда по моему работать будут по 3-4 часа если мы к нему не придем нас ждут в будущем большие проблемы то есть это не еще в документах партии такого не отражено но вот он как капиталист который сейчас заставляет людей по 12 он такую проблему тоже для себя в том числе видит что нужно стремиться сокращение рабочего дня да причем он кстати идут уже сейчас эксперименты тоже как у нас по сокращению рабочей недели но с другой стороны тоже надо с кем-нибудь из китайских специалистов по этой теме попробовать связаться побеседовать если вдруг они придут к тому что они сократят рабочий день там где он не нормирован сейчас никак его того же Джека Ма обяжут чтобы у него люди по 8 там даже по 9 часов вместо 12 работали и не всю неделю то может конкретно в китайских условиях это и будет прогрессивным шагом вот такой скользкий момент есть который тоже не надо скрывать но вот многоукладность такая сейчас наличит так ну ладно следующий вопрос тогда вопрос задает павел серпов как в китае относятся к сталину и последовательно ли его изучают в чем видят ошибки стали да вот я как раз для своей статьи выбрал те пункты которые стали на встрече с Мао Цзэдуном говорил потому что ну это как бы рекомендация к действию и посмотреть попытался что из этого воплощено что не воплощено но интересный такой момент что во первых сам Мао не был никогда сталинистом и со Сталиным у него были разногласия и в том числе в период гражданской войны и позже были не сказать что бедейные скажем так на практике и например сталинский СССР отправляя специалистов которые налаживали работу предприятий прогнул китайцев на то что они платили им зарплату внутри Китая и сохраняли мотивировалось тем что нужно восстанавливать нам страну после Великой Отечественной отправляем они платили две зарплаты одну в Китай и за ними сохранялось их рабочее место и вот зарплату на советском рабочем месте тоже китайцы выплачивали вот они так это делали конечно но ворчали то есть тут не надо говорить что до Хрущева прям советский китайская народная республика была либо сателлитом каким-то либо жестко сталинским государством нет такого плана разногласия они были всегда и можно вспомнить что мало когда приехал на встречу со Сталиным его Сталин довольно долго не принимал и встреча в итоге не в Кремле состоялась как все мероприятия а в Метрополию в гостинице протокольное замечание но они отражают ту суть что отношения между ними были не безоблачными скажем так но и с другой стороны вот Мау это не мешало относиться к рекомендациям Сталина к тем же самым к сталинизму как к марксизму к единизму и он не не было лишней критики во первых с его стороны никаких попыток отходить ну вот видели что даже современный Китай вот эти установки выполняют довольно последовательно непосредственно сталинские с другой стороны с другой стороны нет сейчас в Китае Сталина вот в этой линии там говорят о марксизме и ленинизме потом идеях Мао Цзэдуна и пошли-пошли всех остальных руководителей Сталин из этого перечня ушел ну так как вот считается что ленинизм а сам Сталин он же там были идеи ленинг он всегда сам подчеркивал что он ленинг Сталин не сталинист он ленинец ученик ленина и последователь именно вот и там все значит связанное со Сталином в конкретной исторической практике осталось а сейчас нет вот даже Си Цзиньпина я правда одну работу читал джиньцзянские беседы так называемые где он опыт своей работы в провинции обобщал и там две-три цитаты Ленина есть Сталина не было ни одной и в программных документах в последних я не помню чтобы он вообще упоминался и осторожно так не партия а комментарии скажем так в сети вот был в начале тридцатых годов такой факт как депортация китайцев корейцев из Приморья и китайцев тоже довольно немало под нее попало пострадало погибло вот иногда об этом вспоминают и Сталина осторожно поругивают вот что можно о Сталине сказать понятно так ну а так его да но как вождя как организатора победы в Великой Отечественной войне помнят конечно следующий вопрос задает Евгений Белозеров то что в Китае на сегодняшний день точно не коммунизм это понятно всем но задекларировано что его построят примерно к 50-му году к 2050-му году если я не ошибаюсь скобочках вопрос есть ли предпосылки к тому что Китаю удастся при современной модели развития его построить или все что мы видим это медленная реакция идущая с 1989 года кстати ты слышала такое задекларировано что к 50-му году будет построен коммунизм очень знакомая такая параллель что к 80-му году в Советском Союзе должен был построен коммунизм хрущевское заявление да и оно немножко не то ну во-первых сначала с самого о том что в Китае не коммунизм и это понятно каждому то есть ну вот вся моя и эта статья и то что я вот накануне ру делал и то что вот уже здесь на вопросы отвечал то есть там можно сказать что там социализм ну там там можно сказать о том что там социалистическое государство которое осуществляет переход к социализму вот в этом плане то есть движение скажем так коммунизму там есть и ну это понятно не каждому да вот что бы я в самом начале сказал затем что там вопрос состремления к 2050 году это из решений 19 съезда было и оно сформулировано не так что будет построен социализм а сейчас Китай сам себя позиционирует как государство развивающееся а сейчас вспомнить точно но к 2050 там в общем планируется построить развитую социалистическую державу вот так вот там не говорится о полном коммунизме даже не полный коммунизм это вообще об этом вот ну Хрущев например если ну тоже может как-то оригинальная трактовка иначе звучала но вообще озвучивается что он обещал коммунизм к 1980 году построили да у Хрущева это звучит каким образом значит социализм в СССР победил полностью и окончательно и что будет построен полный коммунизм к 80 году да это абсолютно полная глупость на мой взгляд да что как можно сказать что социализм построен полностью и окончательно все ничего не надо делать классовая борьба закончена если в марксизме классовая борьба она никогда не заканчивается она всегда присутствует даже при полном коммунизме это классовая борьба она будет существовать как как сказать в снятом виде что ли да то есть всегда будет борьба против каких-то мелкобуржуазных тенденций и так далее ну да вот просто важно подчеркнуть это положение в 2050 годе оно есть в решениях съезда там последовательно расписано что будет к 35 что к столетию партии то есть это программа просто какие-то стремления к 21 году что ждать вот а 2050 это через год после столетия КНР вот и да там речь шла о социалистической державе о развитой социалистической державе сейчас точно определение не помню но там не обещается ни социализма в какой-то стадии развитого ни полного коммунизма тем более нет вот это от Хрущевского кардинальным образом отличается сейчас тоже ну как сейчас вот сразу после съезда звучали такие обвинения что непонятно что такое развитая социалистическая держава но видимо вот уже из развивающегося государства в развитые его планируется прекратить там опять же есть кое-какие параметры как это по вооруженным силам планируется тоже передовую армию как-то вот по по отличным отраслям но там речь не идет о построении коммунизма вот ну тут вторая часть вопроса или все что мы видим это медленная реакция идущая с 1989 года вот с 1989 года во-первых очень странная дата не решительно непонятно почему почему именно этот год ну 80 скажем реформы реформы Дэн Саопина начались в 78 году вот получается если брать какой-то отчет реакции то от них а в 89 этот же Дэн Саопин подавил оппонентов своих и если реакцию какой-нибудь рассматривать то наоборот левую коммунистическую там если кому нравится тоталитарную вот и как раз очень еще такое распространенное выражение очень часто можно услышать что в Китае по своему состоянию это наши 80-е не знаю может читали где-то но очень многие кто в Китае говорил или пишет вот в этом ключе говорят что вроде как бы еще партия есть но уже реформы рыночные происходят я студентам услышал впервые это замечание году в 2003 наверное или в 2004 скоро уже будет 20 лет в общем как в Китае наши 80-е а еще тоже есть книжка такая и все да никак значит у них реакция не победит а сейчас опять тоталитарный Си Цзиньпин усиливается и наступает на рынок вот либо оно очень медленное скатывание но как раз как по мне там наоборот продолжение клановой борьбы классовой борьбы и строительство социализма планомерное продолжается поэтому о реакции нельзя говорить имело место и сейчас имеют наверное такие процессы как-то все равно в результате этих преобразований бурзуазия пытается наверное сложиться но она нет ее сейчас как единого класса эксплуататорского да и когда та же самая антикоррупционная компания она сейчас в меньшей степени коррупционная сколько она препятствует бюрократии стать классом собственников плататоров вот так вот происходит а в 89 да когда Горбачев приезжал в мае в Пекине знаменитый отец перестройки он сотрудникам посольства еще как-то в частной беседе говорят замечал что вот к чему приводят ваши реформы беспорядок и анархия в стране вот а сейчас 40 лет можно посмотреть к чему китайские реформы привели и к чему Горбачевские ну да есть чем сравнивать даже не в плане развития страны например потому что если допустить что она как фашистская капиталистическая реакционная там есть страна и сама партия там какой бы ни была она есть она многочисленная сильная на дела государства влиятельная даже сейчас допускаем этот момент как она была а Горбачев осуществил скатывание в реакцию полноценную через два года после его замечания запретили КПСС уже законодательно она разгромлена осталась за хвостя да страна распалась поэтому я бы и где фашизм это тут еще да ну да посмотри ну да следующий вопрос задает Петр Гамилаури как устроены трудовые отношения есть ли трудовой кодекс что предпринимают если в частной конторе не соблюдают трудовой кодекс как реагируют на это власти как отличаются трудовые отношения в частном и госсекторах ну вот я отчасти про это говорил про многоукладность и про то что где-то даже добровольно ну не не борются вообще люди по разным соображениям за свои права а где-то с другой стороны борются вот трудовой кодекс есть законы о труде трудовые инспекции но опять же да не будем здесь впадать в прекрасно души нарушаются тот же фокускон который айфоны производит не на основном своем производстве в Шэнджене а где-то в центральном Китае вот летом была такая информация что нарушало трудовое законодательство значит привлечение сезонной работы ну в общем школьников учащихся они на каникулы нанимают собирать айфоны и есть не помню уже какая норма сколько процентов может быть сезонных рабочих сколько нет вот они значительно больше этой нормы и как-то это вскрылось поговорили не знаю сейчас может даже уже как-то наказали но не произошло такого допустим что Фокскана из Китая выгнали и они вроде на этом постоянно кстати попадаются довольно-таки то есть серьезных мер против них как бы не срабатывает получается да там они все-все-все-все-таки находят капиталисты вот такой может где-то штрафами отделываются и им выгоднее штрафы эти постоянно платить наверняка выгоднее да то есть законодательство есть да и оно местами нарушается скажем так вот нельзя сказать что Китай это государство соблюдения законов такого безоговорочного момента это вот как раз вот как реагирует на эту власть ну да вот власть она мягко мягко да ну вот есть скажем так случай просто был недавно и на слуху прошел что позволяет в общем этому существовать есть ну тоже надо повспоминать но опять же когда тоже был взрыв на предприятии химическом там уже постфактум выявили нарушение и по технике безопасности и по трудовым договорам и начали карать но уже после того как гром грянул вот это пока а конкретные нормы устройства законодательства это чуть позже может отдельно сделаем текст сейчас и вспомним но пока грустную ситуацию с нарушениями зафиксируем Павка Корчагин задает вопрос шепетовка шепетовка на связи я бы вот такое положение высказал чтобы хоть два слова рассказали сколько в Китае рабочего класса миллионах человек сколько крестьян что должен дать НЭП в итоге то есть как должен заменить мелкое отсталое крестьянское хозяйство передовой промышленностью какую роль в организации крупной промышленности играет иностранный капитал то есть общую картину надо показать ну вот как раз общую да без цифр сейчас конкретно именно цифры легко довольно будет найти и специфика вообще построения социализма в Китае заключается в том что он был даже не аграрной индустриальной страной как Российская империя а практически полностью аграрной там что-то в портовых городах теплилось что-то немножко по оборонке они делали но в общем даже развитым капитализмом Китай еще на начало 20 века не был затем настал период республики до 49 года но в общем все эти тенденции когда мало называют не марксистом а организатором крестьянской войны такой традиционной они в том плане справедливы что просто подавляющее большинство населения было крестьянами процентов едва ли не 90 вот соответственно рабочие там где выступили они выступили в Шанхае была и кантонская коммуна и оказались быстро разгромлены если бы они делали китайцы все по книгам возможно делали бы и сейчас по науке да мало он сделал такую крестьянскую войну победил в итоге ну и государство затем занялось планомерно созданием промышленности рабочего класса индустриализации то что вот говорят вот нелепый вот этот большой скачок там зачем вот всех заставили что-то делать там вместо того чтобы выращивали рейши до этого выращивали а это во многом и политическая задача была с другой стороны и обороноспособность особенно после разлада с Советским Союзом Китай в таком подвешенном состоянии оказался же и на противостоянии СССР немало сил отвлекал в общем с самых первых дней задача индустриализации урбанизации соответственно на заводах не бывает рабочего класса без заводов не бывает социализма без промышленности без развития без моноколистического капитализма только там вот Китаю приходится его выращивать ну и соответственно китайскому государству уже сейчас эксплуататорских классов нет ну организации рабочего процесса заниматься так ну и вторая часть вопроса какую роль в организации крупной промышленности играет иностранный капитал то есть общую картину показать довольно важную в том смысле что вот когда Китай стал переходить к этим реформам к своим о чем уже говорилось да промышленность была экспортоориентированной вот Китай действовал тем что у него был рынок рабочих сил причем очень важно что был рынок китайцам удалось не просто массу неграмотного населения которое в Африке есть в Индии есть экономический рост но ничего похожего на экономическое чудо там все-таки благодаря реформам коммунистическим вот эти условия были кадры подготовленные вот и единственное чего не было это денег вот здесь обеспечили спросом на продукцию вкладывались инвестиции сначала через особые экономические зоны потом все больше и больше и до недавнего времени опять же так продолжалось всех устраивало Китай в ВТО вступил опять же в 2003 году и даже американцам самолет разведывательный отдал который с истребителем столкнулся китайский погиб самолет у них сел и довольно долго думали и взамен на вступление вступление в ВТО его назад американцам вернули Китай в этом смысле в цепочку работы транснациональных корпораций очень хорошо встроился опять же долго рассказывать сейчас наверное не готов почему это у них сработало на укрепление своей промышленности а не убило как у нас но такой вот факт тоже надо отметить вот и Китай что делает он декларирует и похоже продолжает развитие вот этой политики открытости и реформ только сейчас поощряются больше если тогда самые ниши цепочки с легкой промышленности это все началось с пошива одежды вот этих всяких кет нам памятных пришедших в начале 90-х годов сейчас больше стремятся к тому чтобы иностранцы вкладывались во всякие высокотехнологичные штуки вот но опять же с развитием внутреннего спроса и конфронтации с Соединенными Штатами вот это и что экспортно-ориентированно что сейчас американскому капиталу не так уже просто и безопасно в Китай вкладываться эта роль снижается а в внутренних соответственно государственных инвестиций растет но опять же не сворачивается так экстренно вот но с другой стороны там что еще в первой части было промелко товарное китайское сельскохозяйственное производство этого нет давно уже во первых это все было организовано в коммуны коллективизация коллективизация да прошла при МАУ довольно так радикальная а после МАУ там основой стал семейный подряд когда семье приходил заказ определенный но это тоже было с монокультурами связано например с садами фруктовыми когда они просто семьями и какой-то план выдавали ну грубо говоря если такие прям параллели проводить замена продразверстки продналогом то есть они уже не продукцию продавали как-то то что по плану они сдавали то что сверхпланы оставляли себе такая система но там ни частной собственности на землю не возникло ни соответственно мелкотоварного там есть какие-то патриархальные хозяйства конечно кто вот в деревне сам себя прокормливает но нельзя сказать что даже мелкотоварное производство оно основа китайского сельского хозяйства далеко не так уже крупное товарное там производство так еще один вопрос задает Станислав Витягский как вы прокомментируете протесты в Гонконге тоже вот я кстати в Гонконге был в августе этого года есть даже статья посвященная этому вкратце что я еще наблюдал кстати говоря революцию зонтиков тогда в Гонконге довольно долго жил недели две в 2014 году но здесь если совсем в двух словах нехорошую тенденцию могу отметить тогда я замечал даже что они вот эти лагеря протестующих стояли пустыми абсолютно днем и люди приходили туда попротестовать после работы именно и расходясь даже мусор с собой уносили меня это изумило но они говорят что да у нас вот есть разногласия с правительством какие-то и такие-то но что нам жить вот ходить по этим же самым улицам мудро да мудро а сейчас видим и даже вот в августе в августе я приехал в среде недели 5 августа по-моему выходные в общем в первые выходные августа была масштабная забастовка какие-то протесты а приехав в среду я не застал вообще ничего никаких протестующих ни следов погромов вот а сейчас говорят что и метро парализуется и очевидно что поджоги начались погромы битые витрины то есть протест радикализовался очень сильно и как сказать люди даже вот вот эта культура общегородская она исчезла причем совершенно исчезла в смысле ну вот не стали заботиться об инфраструктуре то есть вот это вот как раз исчезло да попротестовали поджигали напрочь а причем что бьют вот какая-нибудь тишина и старбаксы вышли общепиты кофейники ну что под руку попадаются грубо говоря не сказать чтобы вот например банков чайна там присутствует материковый чтобы как-то выезжили то есть абсолютно анархичный такой и довольно бессмысленный по своей сути протест вот что важно сказать и опять же я в августе писал что не будет скорого ввода войск вот уже два месяца прошло его так и нет тут важно подчеркнуть что Китаю не нужно в общем-то им эти протесты выгодны показывать картинку примерно как нам Украина а если они введут туда недовольные останутся их можно будет кого-то убить кого-то посадить но это просто дорого и муторно вот что еще важно подчеркнуть в Гонконге и силовики и муниципальные власти они свои они не подчиняются Пекину напрямую во-первых в Гонконге в Гонконге да гонконгская полиция своя она до 2047 года как Гонконг получил в 1997 году он обязался 50 лет оставить как было вот пытается все-таки влиять пытается но в том смысле одна страна две системы что да там своя власть там свое прецедентное право например почему они не могут их взять и посадить тоже очень интересная штука была что в 14 году они например лагерями перекрыли дороги а сейчас нет перекрытия дорог но есть спонтанные акции по всему городу а там вот знаете же вот эти законы всякие американские нелепые к каждому конкретному случаю из-за прецедентного права тогда суд вынес постановление что нельзя перекрывать дороги палаточными лагерями вот и все они этот закон соблюдают и соответственно вот когда в аэропорту акции протеста были когда они в итоге его заблокировали я самое начало их застал тоже накануне можно почитать статью про это а там правила распорядка аэропорта запрещали без дела слоняться значит они от бомжей таким образом огородили вот а когда у тебя акция протестная раздаешь листовки о состоянии ситуации ты не без дела вроде как шатаешь наполняется наполняется вот и отдельный закон вот почему то есть там полиция не полностью недееспособная но вот особенности такие есть ну то есть в Гонконге там вообще получается свое государство это это Китай но специальный автономный район Китая вот скажем так государственные органы там автономные и с другой стороны даже вот если протесты победят допустим или там на выборах вот бедную корилам отправят в отставку придет кто-нибудь из олигархов антипекинских вот там вот эта антипекинскость и пропекинскость она очень условная то есть нынешнее руководство оно там не комиссары из Пекина поставлены а тоже это все гонконгцы кто карьеру делал на тех же самых выборах значит по-моему они парламентом назначаются не суть важна любая власть она не сможет мнение Пекина учитывать еще почему потому что гонконг он от Китая полностью зависим даже электроэнергия вся с материка вода питьевая ну как-то он до вхождения в Канар существовал но вот им просто рубильник и воду отключить и они сразу в 19 веке окажутся и с 21 это руководство вот кроме погромщиков все понимают даже те кто на марше протеста ходил на 2 миллионы летом они сейчас далеко не все 2 миллиона бегают и громят там вот эти красные линии понимают и друг другом и Китай другой стороны то что может какие-то элементы влияния внедрить он это делает и грубо говоря вот как факир кобру дразнит чтобы она клобук распушала но не кусалась вот они этим занимаются все больше радикализации это тревожная тенденция вот но почему опять же то есть это можно к злой воле там олигархов или трампа это американцы тоже используют действительно но это не марксистское было бы понимание опять же почему в 67 году когда в Китае там ловили воробьев был голод там были митинги пропекинские которые колониальные власти расстреливали с огнестрельным оружием просто подавили убив с полсотни человек а сейчас антипекинские тогда как раз был таким буфером между Китаем и остальным миром и очень много производства было люди трудились а сейчас произошла индустриализация вывели очень много производств на материк и то есть это не угнетенный пролетариат там промышленных рабочих 100 тысяч осталось 7 миллионов еще 100 тысяч заняты на стройках да в Гонконг где-то 200-250 тысяч человек занимаются производительным трудом а остальные вот ну и опять же стройки это крупные девелопмент крупный бизнес так или иначе как раз противостоящий вот и масса безработных людей Гонконг опять же для первого мира в нем низкие минимальные зарплаты минимум соц.гарантий и не устроены такие люди которых классового интереса объективного нет никакого все хотят вот такой абстрактной свободы и там вот такие вот постмодернистские торжества когда можно весело светить указками там с флагами ходить разными вот вот такой там протест понятно вопрос вот такой еще важный момент в 14-м году я для себя сформулировал там большая группа говорящих на южно-китайском диалекте который как раз там государственным остался и по идее по идее Китай можно расколоть было на северный и южный как-то пытаться но они вот пошли по местечковому своему городскому протесту и вот это о том почему они не расшатают Китай весь там при любом исходе эта история затронет вот только Гонконг понятно владеет ли государство долями в крупных капиталистических предприятиях и оказывает ли какое-то влияние на развитие этих предприятий в интересах всего общества во-первых да влияет либо долями либо по-моему некоторые даже полностью государственными остались либо там многие частные это на самом деле замаскированные государственные либо как тот же Huawei где акции распределены между работниками это фактически кооператив такой грандиозный народное предприятие только не как у Грудинина фактически да там организация собственности это отдельный большой процесс а как и крупные предприятия и даже мелкие вот об этом у меня в статье было немножко там до сих пор остались пятилетние планы осуществляется планирование и государство партия они спускают показатели развития социально-экономического которое соответственно на все общество и уже предприятия с разными формами собственности там в том числе между собой конкурируя а конкуренция она для чего качество очень хорошая штука на самом деле когда контролируются ну и опять же параметры этой конкуренции тоже руководит регулируется законодательством вот там так это происходит то есть само предприятие не может начать делать абсолютно все что хочет а нужность общества вот определяется партией правительством спасибо павел мне хочется добавить здесь даже не то что добавить а подвести что ли небольшой итог конечно нельзя сказать что расставлены все точки и то есть вообще сказать что там есть социализм нет социализма капитализм или не капитализм это было бы какой-то одной стороной вопроса если диалектически смотреть да то Китае идет борьба классовая борьба есть элементы капитализма есть элементы социализма это все в развитии к чему это все приведет конечно можно гадать но то что процесс движения к социализму присутствует и достаточно мощный насколько я понимаю его отрицать существование этого движения ну мне кажется было бы полной глупость вот что к чему это приведет в итоге ну будем будем смотреть изучать история наверное покажет но однозначно конечно ответа дать просто невозможно вам спасибо да на самом деле что пытались я однозначного ответа тоже не стремился даже дать и явно не смог скажем так просто постановку вопроса ну мне представляется что что даже в таком виде это оказалось вполне полезным и вызвало уже реакцию определенную интерес читатели слышат ли социализм он рождается из конкретных условий и поэтому он может не походить на то что было там у нас как его любят вспоминать другой стороны нет такого социализма например про который бы кто-то не сказал что там не социализм троцкий например сталинский ссср прикал он еще термидором это называл и рабочих в сороковом году советских призывал к вооруженному восстанию было такое сейчас звучат голоса что вот в китае рабочему классу нужно свою революцию новую осуществить скинет бюрократов но вот мы видим что китайское государство оно проделало работу по созданию промышленности по созданию того же рабочего класса он огромный сейчас численно очень мощный и опять же то что было прогрессивным там в 69 году стало отсталостью в 79 в 2019 это другое это постоянно меняющийся процесс и мне кажется что китай китай его успех он может быть ориентиром для всех кто собирается строить социализм как-то ну хоть как-то но с другой стороны вот очень важный момент всегда об этом говорил сейчас скажу что вот из-за того что это все в конкретных условиях рождается и им служит нельзя механически переносить говорить что сделайте так же вот там будет вам счастье просто информация очень полетная к размышлению да ну то есть мнений много истинно она вот именно в том что борьба идет и да и как в китайских законах записано классовая борьба есть два движения прихождение возникновение и вот какое-то одно из этих движений обязательно победит и будет в снятом виде нечто либо либо будет социализм либо будет реакция будет капитализм сделать вывод однозначно нет никакой абсолютной возможности потому что есть и те тенденции и другие тенденции пока капитализм социализм строится но вот да к 2050 не стоит его ждать или к какой-то конкретной дате но строится скажем так вот если резюмировать одним словом да ну я надеюсь что мы до 50-го года подождем надеюсь что доживем доживем и вот проверим это утверждение уже по факту ну ладно будем прощаться с нами был Павел Мартынов китай вед слушатель первого отделения красного университета спасибо еще раз до свидания хочется еще добавить присылайте свои вопросы если в комментариях к этому видео если что-то хотели бы больше раскрыть или что-то не услышали мы постараемся может еще провести такую беседу встречу если будет достаточно вопросов спасибо до свидания если вы не бывали в Свердловске приглашаем вас в Свердловске ждем спасибо Продолжение следует...